Добро пожаловать на канал Аудиоисторик. Просим вас не забывать ставить лайки и оставлять свои комментарии, это очень помогает продвижению канала, всем спасибо и приятного прослушивания. Трагический 20 век отмечен двумя эпохальными явлениями мировой истории. Это, во-первых, коммунизм, превративший свободную Россию в страну, порабощенную поистине адскими силами. Второй попыткой вызвать избежные демонические силы был третий рейх нацистской Германии. Что такое коммунизм? Каковы его идейные основания? Каковы истинные цели, взывавших к Люциферу? Вставай, проклятием заклеменной! Проклятие пало на древнего змея, сатану, первого революционера, собравшего под свои знамена легионы, отступивших от Бога. Коммунизм Коммунизм ассоциируется с именами Маркса, Энгельса, Ленина. Кто они были? Какие идеи вдохновляли этих титанов зла и ненависти? Обратимся к фактам. Маркс, говорят нам, был глубоко человечен. Им будто бы владела одна идея – помочь угнетенным массам. Он считал, что угнетает их капитализм. Как только эта прогнившая система будет уничтожена, то после переходного периода диктатуры пролетариата возникнет общество, в котором каждый на коллективных предприятиях будет трудиться по способностям и получать по потребностям. Не будет больше ни государства, подавляющего личность, ни войн, ни революций. Одно только всемирное братство народов на все времена. Чтобы добиться такого счастья, мало просто уничтожить капитализм. Маркс писал в «Критике гегельской философии права» «Упразднение религии как люзорного счастья народа – есть требование его действительного счастья». «Критика религии – есть критика той юдоли плача, священным ойолом которой является религия». Маркс был против религии, так как религия мешает полному воплощению коммунистических идеалов. В этом он видел единственный ответ на все мировые проблемы. Так объясняют свою позицию марксисты. Обратимся к истории жизни Маркса. Его настоящее имя – Мордахей Леви. Ради выгод общественного положения юный Мордахей Леви, несколько поколений предков которого по мужской линии были раввины, был крещен и получил имя Карл Генрих Маркс. В ранней юности Маркс стал христианином. Первая из известных нам работ Маркса называется «Единение верующих со Христом» по Евангелию от Иоанна. Мы находим в ней следующие прекрасные слова. Сочетание со Христом состоит в самом тесном и живом общении с Ним, в том, что мы всегда имеем Его перед глазами и в сердце своем. И проникнутые величайшей любовью к Нему обращаем в то же самое время сердца наши к нашим братьям, которых Он теснее связал с нами, за которых Он также принес Себя в шерсту. Итак, Марксу было известно, по крайней мере, в юности, вследствие знакомства с христианством, каким образом люди могут братски возлюбить друг друга. Он продолжает. Сочетание со Христом внутренне возвышает, утешает в страданиях, успокаивает и дает сердце, открытое человеческой любви, всему великому, благородному, не из-за честолюбия, не из-за стремления к славе, а только ради Христа. Эти неожиданные свидетельства о юном Марксе можно обнаружить в Третьей книге архива Маркса и Энгельса, изданном под редакцией Рязанова в 1927 году в СССР. Когда он окончил гимназию, в его характеристике под рубрикой «Религиозные познания» было записано «Его знания христианского вероучения и нравоучения довольно ясны и обоснованы, и он до известной степени знает историю христианской церкви». Вскоре после получения этого аттестата в его жизни происходит нечто таинственное. Еще задолго до того, как Моисей Гесс в 1841 году привел его к социалистическим убеждениям, Маркс стал глубоко и страстно антирелигиозным человеком. Этот образ стал проявляться в нем еще в студенческие годы. В одном из своих стихотворений он писал «Я жажду отмстить тому, кто правит свыше». Значит, он был убежден, что правящий свыше существует. Он спорил с ним, хотя Бог не причинил ему никакого зла. Чем же была вызвана эта лютая ненависть к Богу? Личные мотивы нам неизвестны. Не был ли Маркс в этом вызывающем заявлении всего лишь рупором кого-то другого? В том возрасте, когда любой нормальный юноша увлечен прекрасными мечтами о делании добра, у него вырываются такие строки из стихотворения заклинания впавшего в отчаяние. Мне не осталось ничего, кроме мести. Я высоко воздвигну мой престол. Холодной и ужасной будет его вершина. Основание его суеверная дрожь. Цель мне мейстер — самая черная агония. Кто посмотрит здравым взором, отвернется, смертельно побледнев и онемев, охваченный слепой и холодной смертью. Слова «Я воздвигну себе престол» и признание, что от сидящего на престоле будут исходить только страх и агония, напоминают гордую похвальбу Люцифера. «Взойду на небо! Выше звезд Божьих вознесу престол мой!» Это мы узнаем из пророчества Исаии. 14 глава, 13 стих. Разгадка ненависти к Богу в малоизвестной поэме, написанной Марксом также в его студенческие годы. Поэма называется «Эуланим». Характерно, что «Эуланим» — это искажение священного имени, анаграмма Эммануила, библейского имени Иисуса Христа, означающего по-еврейски «с нами Бог». Подобные искажения имен считаются весьма эффективными в черной магии. Понять драму «Эуланим» можно лишь, познакомившись с еще одним странным признанием Маркса, которое он сделал ранее в стихотворении «Скрипач». Адские испарения поднимаются и наполняют мой мозг до тех пор, пока не сойду с ума и сердцем в корне не переменится. Видишь этот меч? Князь тьмы продал его мне. Эти строки приобретают особое значение, если знать, что в ритуалах высшего посвящения в сатанинский культ кандидату продается заколдованный меч, гарантирующий ему успех. Он платит за него, подписывая кровью, взятой из его вен, договор, по которому его душа будет принадлежать сатане после его смерти. Теперь обратимся к содержанию поэмы «Иуланим». «Все сильнее и смелее я играю танец смерти, и они тоже. Иуланим, Иуланим, это имя звучит, как смерть, звучит, пока не замрет в жалких корчах. Скоро я прижму вечность к моей груди и диким воплем изреку проклятия всему человечеству». Члены секты сатанистов – не материалисты. Они верят в загробную жизнь. Иуланим, личность устами которой говорит Маркс, Христос, наоборот, то есть антихрист, не отрицает существование загробной жизни. Он признает ее, но только как жизнь, исполненную ненависти в высшей степени. Что произошло с молодым Марксом? В юности у него были христианские убеждения, но только на словах? Переписка его с отцом свидетельствует о трате им крупных денежных сумм на развлечения и непрерывных ссорах с родителями. Вероятнее всего, что именно в это время Марксы знакомятся с учением сатанизма. В драме Иуланим Маркс фактически делает то же, что и дьявол. Он предает все человечеству проклятию. Роберт Пейн, исследовавший судьбу основоположника коммунизма, пишет в своей работе Карл Маркс. Иуланим, вероятно, единственная драма в мире, в которой все действующие лица уверены в своей порочности и щеголяют ею, как на праздники. В этой драме нет белого и черного. В ней все и все обнаруживают черты характерами Фистофеля. Все участники ее демоничны, порочны и обречены на гибель. Когда Маркс писал эту поэму, ему было всего лишь 18 лет. Программа его жизни уже вполне установилась. Здесь не было и речи о служении человечеству, пролетариату или социализму. Он хотел разрушить мир, хотел воздвигнуть себе престол, основанием которого были бы человеческие содрогания. На этой стадии формирования взглядов Маркса обращает на себя внимание некоторые загадочные места в переписке его с отцом. Так в письме от 10 ноября 1837 года сын пишет «Завеса спала, моя святая святых была опустошена, необходимо было поместить туда новых богов». Какие же новые боги заняли место Христа? Отец отвечал сыну 10 февраля 1838 года «Я не настаивал на объяснении таинственного дела». Что это было за таинственное дело? До сих пор ни один биограф не может объяснить эти загадочные слова. В своем стихотворении «Бледная девочка» Маркс пишет «Я утратил небо, и прекрасно знаю это. Моя душа, некогда верная Богу, предопределена теперь для ада». Комментарии излишни. Итак, Маркс был человеком, купившим меч у князя тьмы ценой своей души. Он объявил своей целью увлечь все человечество в бездну. Действительно ли Маркс купил меч у сатаны? Его дочь Леонора написала книгу под названием «Мавр и генерал. Воспоминания о Марксе и Энгельсе». Она сообщает, что Маркс рассказывал ей и ее сестре много историй, когда они были еще детьми. Одна, которая ей больше всего нравилась, была о неком Гансе Рекле. Эта история длилась много месяцев и никогда не кончалась. Ганс Рекле был волшебник, у которого был игрушечный магазин, и куча долгов. И хотя он был волшебником, однако постоянно нуждался в деньгах. Поэтому, вопреки своему желанию, он был вынужден продать все свои прекрасные вещи одну за другой дьяволу. Некоторые похождения были столь ужасны, что у нас волосы поднимались дыбом на голове. Нормально ли это, чтобы отец рассказывал своим маленьким детям столь ужасной истории о продаже самых дорогих сердцу вещей сатане? Биограф Маркса Роберт Пейн в своей книге «Маркс» тоже подробно рассказывает со слов Элеоноры о том, как несчастный волшебник Крекли неохотно продавал свои игрушки, удерживая их до последней минуты. Но связанный договором с дьяволом, он не мог избежать этого. Роберт Пейн комментирует, едва ли можно сомневаться в том, что эти бесконечные истории были автобиографическими. У Маркса был демонический взгляд на мир, и он обладал демонской злобой. Порой казалось, что он отдавал отчет в том, что совершает работу дьявола. Когда Маркс заканчивал «Эуланем» и другие произведения, в которых содержится признание о заключении пакта с сатаной, он и не думал о социализме. Он даже боролся с ним. Маркс был редактором немецкого журнала «Рейнская газета», который не признавал даже теоретической ценности за коммунистическими идеями в их нынешнем виде, и тем более возможности их практического проведения в жизнь. «Рейнская газета» в это время напечатала буквально следующее. Попытки Маркс воплотить коммунистические идеи в жизнь, как только они станут опасными, могут быть остановлены пушками. В те годы Маркс познакомился с неким Моисеем Гессом, человеком, сыгравшим самую важную роль в его жизни, заставившим его принять социалистический идеал. Чтобы сделать картину более полной, скажем еще несколько слов о Моисеем Гессе, человеке, обратившим Маркса и Энгельса в социализм. В Израиле есть гробница, на которой можно прочесть следующие слова. Моисей Гесс основатель германской социал-демократической партии. В своем красном катехизисе для немецкого народа Гесс писал «Что черно? Черно духовенства. Эти богословы худшие аристократы». Поп учит князей порабощать людей во имя Божие. Во-вторых, он учит народ позволять порабощать себя и эксплуатировать во имя Божие. В-третьих, и главным образом он обеспечивает себе с Божьей помощью привольную жизнь на земле, тогда как людям рекомендуется ждать ее на небе. Красный флаг символизирует непрекращающуюся революцию вплоть до окончательной победы рабочего класса во всех цивилизованных странах. Красной республики. Социалистическая революция моя религия. Когда рабочие добьются победы в своей стране, они должны помочь своим братьям и в остальном мире. Такова была религия Гесса. Гесс, основатель современного социализма, основал также и совершенно другое движение. Сионизм. Он, учивший Маркса важности классовой борьбы, написал в своей книге «Рим и Иерусалим» в 1862 году следующие удивительные слова. Прежде всего, расовая борьба. Борьба классов второстепенна. Гесс создает сионизм расовой борьбы, навязывая борьбу с теми, кто не принадлежит к еврейской расе. Моисей Гесс претендует на Иерусалим для евреев, но без Иисуса Христа, царя Иудейского. Что ему до Христа? Он пишет «Каждый еврей имеет в себе задатки Мессии. Каждая еврейка — задатки, скорбящей Бога Матери». Почему в таком случае он не сделал из еврея Маркса Мессию? Богоизбранного человека. Для Гесса Иисус — это, как он пишет, еврей, которого язычники обогатворили как своего спасителя. По Гессу евреи не нуждаются в нем для самих себя. Гесс не желает быть спасенным. И стремление к личной святости в человеке называет индо-германским. Целью евреев, по его мнению, должно быть мессианское государство. Переделка мира согласно божественному плану. Это значит, исходя из красного катехизиса, произвести социалистическую революцию, используя для этого расовую и классовую борьбу. Моисей Гесс, который возложил на своего идола задачу покончить со средневековой религией и заменить ее религией социалистической революции, пишет удивительные слова. Меня всегда назидали еврейские молитвы. Какие же молитвы произносят те, которые называют религию опиумом для народа? Моисей Гесс преподал Марксу социализм, прочно связанный с интернационализмом. Маркс пишет в коммунистическом манифесте, что у пролетариата нет отечества. В своем красном катехизисе Гесс насмехается над немецкими представлениями о родине. Он сделал бы то же самое с патриотическими чувствами у любого другого европейского народа. Гесс критиковал эрфуртскую программу социал-демократической партии как раз и за ее безоговорочное признание национального принципа. Но Гесс интернационалист особого рода. Еврейский патриотизм должен оставаться. Он пишет «Всякий, кто отрицает еврейский национализм, не только отступник, изменник в религиозном смысле, но и предатель своего народа и своей семьи. Если окажется, что эмансипация евреев несовместима с еврейским национализмом, то еврей должен пожертвовать эмансипацией. Каждый еврей должен быть прежде всего еврейским патриотом». Можно было бы добавить, что Гесс был не только идеологом и основателем марксизма и человеком, который пытался создать богоборческий патриотизмом, но также и предшественником богословия революции, Всемирного Совета Церквей и новых тенденциях католицизма, говорящих о спасении без Христа. Богословие революции есть одно из направлений католического богословия, особое распространение, получившее в Латинской Америке в 70-х и 80-х годах нашего столетия. Любопытно откровение одного из либеральных англиканских теологов. Пастор Остерайхер публично во время проповеди произнес «Сто лет назад не были пустой болтовней слова. Религия опиум для народа. Мы, члены тела Христова, смиренно покаявшись, должны признать, что находимся в глубоком долгу перед каждым коммунистом. Эти поразительные для любого христианина призывы появились в 1969 году на страницах лондонского сборника «Проповедь у источника Святой Марии». Но вернемся к Моисею Гессу. Один и тот же человек Моисей Гесс, почти никому неизвестный, был глашатым трех сатанинских движений. Коммунизма, сионизма и богословия революции. Еврейская религия единственная религия, которую Гесс глубоко уважает. Он пишет, «Наша религия иудаизм имеет своей исходной точкой энтузиазм расы, которая со времени своего появления на аванс сцене истории предвидела конечные цели человечества и которой было дано предсноменовании мессианского времени». То время, которое Гесс называет мессианским, это время победы всемирной социалистической революции. Он пишет, «Наш Бог – ничто иное, как человеческая раса, объединенная любовью». Путь к достижению такого единения – социалистической революции, в которой десятки миллионов будут замучены и уничтожены. Только поняв Моисея Гесса, человека, повлиявшего на Маркса, Энгельса и Бакунина, трех основателей первого интернационала, можно понять сатанинские глубины коммунизма. Пишет в своем исследовании «Маркс прежде марксизма Мак Леван». Человек, убедивший Энгельса стать коммунистом, был все тот же Моисей Гесс, который до него убедил Маркса. Гесс писал после встречи с Энгельсом в Кельне. «Он покинул меня сверхревностным коммунистом». Так я творю опустошение. Творю опустошение. Не это ли было высшей целью в жизни Гесса? Это главная цель. И Люцифера. Поскольку мы упомянули Энгельса, скажем несколько слов и о нем. Энгельс вырос в набожной семье и в юности писал прекрасные духовные стихи. Трагедия Энгельс развивается дальше и глубже, чем у Маркса. Взять хотя бы замечательное стихотворение, написанное в юности человеком, который впоследствии стал самым усердным сообщником Маркса в уничтожении религии. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, сойди со своего престола и спаси мою душу, уприди в своей благодати, в блеске своего отеческого величия дай мне склониться пред Тобою. Полна любви и величия без печали та радость, с которой мы восхваляем нашего спасителя. Мы не знаем обстоятельств, при которых он потерял веру, но после своего знакомства с Марксом Энгельс писал о нем следующее. Кто это несет со следом с диким неистовством, охваченный бешенством, как бы стремясь ухватить далекий полок неба и стянуть его на землю. Он вытягивает руки высоко в воздух, сжат злобный кулак, он неистовствует без устали, будто десять тысяч бесов вцепились ему в волосы. Сомневаться в христианстве Энгельс начал после чтения книги либерального богослова Бруна Бауэра. Кем же был Бауэр? Либеральный богослов, сыгравший решающую роль в разрушении христианской веры у Энгельса и укреплявший Маркса в новом безбожном образе жизни. Достаточно прочесть, что писал Бруна Бауэр своему другу Арнольду Руге 6 декабря 1841 года, который в то же время был другом Маркса и Энгельса. Я читаю здесь в университете лекции перед большой аудиторией. Мой дух богохульства будет удовлетворен лишь тогда, когда мне позволят проповедовать открыто в качестве профессора атеистическую систему. Георг Юнг пишет, если Маркс, Бруна Бауэр и Фейербах соединятся, чтобы основать богословско-политический журнал, Богу лучше окружить себя всеми своими ангелами и начать оплакывать себя, потому что эта троица непременно прогонит его с неба. Энгельс не нашел пути возвращения к Богу и принкнул к тому, кого сам назвал чудовищем, одержимым тысячу бесов. После того, как Гесс убедил Маркса и Энгельса в истинности социалистической идеи, провозгласив с самого начала, что ее целью является нанесение последнего удара средневековой религии, его друг Юнг выразился еще более ясно. Маркс прогонит Бога с небес. В его жизни произошли ужасающие перемены. Арнольд Кюнсли в своей книге Маркс психография сообщает историю самоубийств двух дочерей и зятя Маркса. Дочь Лаура, жена социалиста Лафарго, похоронила троих своих детей, а потом вместе с мужем покончила жизнь самоубийством. Другая дочь Элеонора решила со своим мужем сделать то же самое, но тот в последнюю минуту отказался, а она умерла. Здесь надо заметить, что трое первых детей Маркса умерли от недоедания. Семьи сатанистов находятся под проклятием. У всех сатанистов беспорядочная личная жизнь Маркс не составляет исключения. Маркс не чувствовал себя обязанным работать для материального обеспечения семьи, хотя легко мог бы делать это уже с помощью одного только превосходного знания языков. Он жил податчиками Энгельса. За свою жизнь Маркс получил от Энгельса приблизительно 6 миллионов французских франков с золотом. Дан институту Маркса Энгельса. У него был незаконно рожденный ребенок от служанки. Позднее он приписал этого ребенка Энгельсу, который согласился участвовать в этой комедии. Он много пил. Рязанов, бывший директор института Маркса Энгельса в Москве, признает этот факт своей книги «Карл Маркс как мыслитель, человек и революционер». Рольф Бауэр, биограф Маркса описывает расточительность Маркса в своей книге «Гений и богатство». Будучи студентом в Берлине, сынок получал от папы карманных денег 700 таллеров в год. Эта сумма была колоссальной, ибо в то время только 5% населения Германии получали более 300 таллеров в год. Маркс всегда страстно желал получить наследство. Когда один его дяди был при смерти, он писал «Если собака умрет, я вылезу из нищеты». Энгельс отвечал на это «Я поздравляю тебя с болезнью, мешающего тебе получить наследство, и надеюсь, что катастрофа не замедлит». «Когда собака умер», Маркс писал 8 марта 1855 года, «Весьма радостное событие. Вчера нам сообщили о смерти 90-летнего дяди моей жены. Моя жена получит приблизительно 100 фунтов стерлингов, могло бы быть и больше, если бы старый пес не оставил часть денег своей экономки». У него не находилось никаких нежных чувств и для людей, бывших ему гораздо ближе, чем дядя. Он не разговаривал со своей матерью. В декабре 1863 года во время болезни он писал Энгельсу «Два часа тому назад пришла телеграмма, сообщавшая мне, что моя мать умерла. Я был одной ногой уже в могиле. Я нужен больше, чем старуха». Это все, что он нашелся сказать о смерти матери. Портрет пламенного борца за счастье человечества дополняют характерные свидетельства его переписки с Энгельсом. Из писем Маркса к Энгельсу «Старик твой сволочь, и с моей старухой ничего нельзя поделать, пока я сам не сяду ей на шею». Маркс Энгельсу «О пролетариате». Он пролетариат вынужден защищать меня от той бешеной ненависти, которую питают ко мне рабочие, то есть болваны. Энгельс Марксу «О народе». «Любить нас никогда не будет демократическая, красная или коммунистическая чернь». Маркс Энгельсу «О демократии». «Стая новой демократической сволочи, демократические собаки и либеральные негодяи». Энгельс Марксу «Какое значение имеет партия, то есть банда ослов, слеповерящих в нас? Воистину, мы ничего не потеряем от того, что нас перестанут считать адекватным выражением тех ограниченных собак, с которыми нас свели вместе последние годы». Маркс Энгельсу «У меня ни одна душа не бывает, и это меня радует, ибо долбанное человечество может меня задолбать, сволочь». «Привет, твой Карл Маркс». Маркс проигрывал много денег на бирже. Будучи экономистом, он почему-то умел только терять деньги. Участник революции 1848 года лейтенант Чехов, проводивший ночи в попойках с Марксом, заметил, что самолюбование поглотило все то хорошее, что в нем когда-то было. Маркс не любил человечество. Маццини, который хорошо знал его, писал, что в нем был дух разрушения. Его сердце разрывалось скорее от ненависти, чем от любви к людям, пишет Фридс Радоц в своей книге «Карл Маркс». «Свидетель современников Маркса, опровергающих это, нет. Любящий всех людей Маркс — это миф, планомерно и тщательно созданный уже после его смерти». Любимым ребенком Маркса была Элеонора. Он называл ее Тусси и часто говорил «Тусси — это я». С благосклонного разрешения Маркса Элеонора вышла замуж за Эдуарда Эвелинга, друга, а не Бизант, одной из основоположниц теософии. Теософия — религиозное учение, возникшее в XIX веке, провозглашавшее, что познание неизвестного божества осуществляется через оккультные доктрины. Эвелинг, зять Маркса, читал лекции на тему низость Бога. Это как раз и делали сатанисты. У них нет отрицания существования Бога, как у атеистов. Сатанисты могут отрицать существование Бога лишь для отвода глаз. На деле же они знают, что Бог есть и верит в это, но описывают Бога как низкое и подлое существо. Послушаем, какие теософские стихи регулярно читались в доме Маркса. Это позволит нам почувствовать духовную атмосферу его дома. Мои стихи необузданные и дерзновенные да вознесутся к тебе, о, сатана, царь пира. Прочь с твоим краплением священник и твоим заунывным пением, ибо никогда о, священник сатана не будет стоять за тобой. Твое дыхание у сатана вдохновляет мои стихи, твоя молния потрясает умы, сатана милостив. Подобно урагану с распростертыми крыльями он проносится, о народы великий сатана. Это стихотворение Эвелинга. Многочисленные факты такого рода из семейной жизни Маркса сообщает Татфорд на странице своей работы о Марксе «Князь тьмы». Связь между марксизмом и теософией не случайна. Теософия распространила на Западе принесенные из Индии учения о несуществовании отдельной души. То, чего не добилась теософия убеждения, марксизм добивается плетью. Он обезличивает человека, превращает его в робота подчиненного государству. Но об этом речь впереди. Маркс немного говорил на людях о метафизике, но мы можем собрать сведения о его взглядах от тех, с кем он общался. Вместе с Марксом одним из создателей Первого Интернационала был Михаил Бакунин, русский анархист, который писал, что дьявол – первый вольнодумец и спаситель мира. Он освобождает Адама и ставит печать человечности и свободы на его челе, сделав его непослушным. Бакунин не только восхваляет Люцифера. У него есть конкретная программа революции, но не такая, которая может освободить бедных от угнетения. Он писал, в этой революции нам придется разбудить дьявола в людях, чтобы возбудить самые низкие страсти. Марксизм, импортированный в Россию, принес свои плоды. Наиболее последовательным сторонником идеи Маркса был Сергей Нечаев, создавший совместно с Бакуниным революционный катехизис, кредо и программу действий террористов. Нечто вроде красного катехизиса Моисея Гесса. Бакунин писал в своей работе «Принципы революции». Не признавая другой какой-либо деятельности, кроме дела истребления, мы соглашаемся, что формы, в которых должна проявляться эта деятельность, яд, кинжал, петля и тому подобное. Революция благословляет все в равной мере. 9 сентября 1867 года в Женеве состоялся Конгресс Лиги Мира и Свободы. Посетил Конгресс и бывший в это время в Женеве Достоевской. В письмах к Майкову и Ивановой он так описывает происходившее. Это было четыре дня крику и ругательства. Начались предложения, что не нужно больших монархий, потом, что не нужно веры, и что эти социалисты и революционеры врали с трибуны перед пятью тысячами слушателей невыразимо. И эта-то дрянь волнует несчастный люд работников начали с того, что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру. Достоевскому принадлежит верная и меткая характеристика Бакунина, речи которого он слушал в Женеве в 1867 году. Бакунин старый гнилой мешок бредний. Ему легко детей хоть в отопить. Единомышленник Бакунина Нечаев основал тайное общество Народная Расправа и призывал убивать всех противодействующих революции или только поддерживающих государственный строй. Нечаев обещал императору казнь мучительную на разваленное государство. Примерно в то же самое время революционеры Ишутин и Худяков создают тайное общество подобно Нечаевскому. Причем дают ему откровенное название Ад. Членом этого общества был Дмитрий Каракозов, совершивший покушение на Александра Второго, царя, освободившего крестьян от хлебостого права. Бакунин учил. Революционер человек обреченный. Все нежные чувства родства, любви, дружбы, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в революционере. Он не революционер, если ему чего-либо жалко в этом мире. Он знает только одну науку. Науку разрушения. Он живет в мире только с целью его полнейшего, скорейшего разрушения. Карл Маркс основал Первый интернационал вместе с Бакунином. Бакунин писал, что Прудон, другой крупный социалистический мыслитель и в то же время друг Маркса, тоже почитает сатану. Это Моисей Гесс познакомил Маркса с Прудоном, у которого кстати была такая же характерная прическа, как и у всех сатанистов девятнадцатого века. В своем произведении о правосудии в революции и церкви Прудон заявляет «Мы овладеваем знанием несмотря на Бога. Мы овладеваем обществом помимо Бога. Каждый шаг вперед это победа, которой мы одолеваем божество». Прудон вот склицает «Бог это глупость и трусость». Бог лицемерие и фальшь. Бог это тирания и нищета. Бог это зло. Я клянусь Бог, подняв к небу руку, что ты ничто иное, как палач моего разума, жезл моей совести. Подобные мысли неоригинальны. Они составляют обычное содержание проповедей в культе сатаны. Здесь крайне важно специально подчеркнуть, что Маркс и его соратники, будучи против Бога, не были атеистами, в том смысле, как называют себя современные марксисты. То есть, отрекаясь от Бога открыто, они ненавидели того, в существовании которого не сомневались. Ими брошен вызов не его существованию, а его верховной власти. Маркс и религию ненавидел не потому, что она стояла на пути к счастью человечества. Напротив, он хотел бы сделать человечество несчастным отныне и навеки. Он прогласил это своим идеалом. Его целью было уничтожение религии, а социализм, забота о пролетариате, гуманизм, все это было лишь предлогом. В письме к Бертольду Ауэрбаху Моисей Гесс характеризует Маркса как величайшего, единственного теперь философа. Доктор Маркс, так называется мой кумир, еще совсем молодой человек, самое больше около двадцати четырех лет. Он нанесет окончательный удар средневековой религии и философии. Значит, цель удар по религии, а не социализм. Георг Юнг, друг Маркса тех лет, формулирует еще яснее в письме Карнольду Руге от 18 октября 1841 года. Маркс непременно прогонит Бога с небес. Маркс называет христианскую религию самой безнравственной из всех религий. Стоит ли удивляться этому? Ведь Маркс верил, что первые христиане убивали людей и ели их мясо. Между прочим, в этом Маркс не только не оригинален, он лишь продолжает обвинения на христиан, впервые прозвучавшие в Риме первых веков христианской эры из уст иудеев. Маркс был рожден той самой эпохой, которая дала Макса Штирнера, крайнего анархиста, Ницше, любимого философа Гитлера и Муссолини, и Оскара Уальда, первого проповедника свободы для гомосексуалистов. В своей работе Шеллинг «Философ о Христе» или «Преображение мирской мудрости в мудрость божественную» юный Энгельс, тогда еще не отрекшийся от Бога, писал «Со времен ужасной французской революции совершенно новый, дьявольский дух вселился в значительную часть человечества и безбожие столь бесстыдно и надменно поднимает свою наглую голову, что приходится думать об исполнении в настоящее время пророчеств Писания». Французский революционер Бобёв признавался «Любовь к революции убила во мне всякую другую любовь и сделала меня столь же жестоким, как дьявол». Маркс был страстным почитателем Бобёва. Его намерением было пропагандировать такую любовь к революции, которая превратила бы людей в чудовищных человеконенавистников. Когда в 1871 году в Париже вспыхнула коммунистическая революция, коммунар Флоренс заявил «Наш враг — это Бог. Ненависть к Богу — начало мудрости». Маркс высоко оценивал коммунаров, которые открыто преследовали эту цель. Но что общего? Это имеется справедливым распределением благ или с лучшими общественными учреждениями. Все это — только внешние приманки, скрывающие истинную цель, полное искоренение веры в Бога и поклонение Ему. Вот еще один интересный факт, который сообщается в книге Реиза «Карл Маркс выдающийся учитель», вышедший в Нью-Йорке в 1962 году. Капитан Реиз был учеником Маркса. Опечаленный вестью о его кончине, он поехал в Лондон, чтобы посетить дом, в котором жил его любимый учитель. Семья Маркса уже покинула дом, и ему удалось расспросить только жившую там служанку. От нее Реиз услышал следующие удивительные слова о Марксе. Он был богобоязненным человеком. Когда он сильно болел, он молился один в своей комнате перед горящими свечами, обмотав вокруг головы что-то вроде тесьмы. Это напоминает филактерии, которыми евреи пользуются во время утренних молитв. Другой возможный намек кроется в письме Марксу его сына Эдгара от 31 марта 1854 года. Оно начинается выразительными словами. «Мой милый дьявол!» Где это слыхано, чтобы сын так называл своего отца? Но так пишут сатанисты тем, кого они любят. Не был ли посвящен и его сын? Не менее знаменательное и то, что жена Маркса пишет ему в августе 1844 года следующее. «Твое последнее пастырское письмо о верховный жрец и владыка души принесло твоим бедным овечкам мир и тишину. Его жена обращается к нему как к верховному жрецу и епископу какой религии? Единственное верование в Европе, где есть верховный жрец, это сатанизм. Какие же пастырские письма мог писать человек, которого почитали атеистом? Где эти письма? Есть периоды времени в жизни Маркса, которые до сих пор остаются неисследованными. первым учителем Маркса был философ Гегель. Он же и приготовил путь для Моисея Гесса. Для Гегеля христианство по сравнению с Грецией было тотальным искажением путей человечества. Он писал, «Христианин, то есть Христос, нагромоздил такую кучу причин для утешения в несчастьях страдающего человечества, что в конце концов нам должно было бы быть жаль, что мы не каждый день теряем отца или мать». Христианство подвергалось осмеянию Германии и до Гегеля, но он был первым, кто высмеивал самого Иисуса Христа. После того, как Маркс прочитал происхождение видов Дарвина, он написал письмо Лассалю, в котором ликовал, что Бог, по крайней мере в естественных науках, получил, по его мнению, смертельный удар. Письмо от 16 января 1861 года. Какая идея была главной у Маркса? Нужда бедного пролетариата? Если так, то какую ценность могла иметь теория Дарвина? Или, быть может, главной целью Маркса было уничтожение религии? Благо рабочих было только предлогом. Там, где пролетарии не вовлечены в борьбу за социалистические идеалы, марксисты используют расовые различия и так называемый конфликт поколений. Но главная цель уничтожение религии. Маркс веровал в ад, и программа его была послать туда людей. Быть может, не безинтересно отметить здесь нечто из биографии Бухарина, бывшего генеральным секретарем коммунистического интернационала и одним из главных теоретиков марксирма в 20 веке. Известно, как еще в 12-летнем возрасте, познакомившись с книгой «Апокалипсис», он мечтал стать антихристом, узнав из священного писания, что антихрист должен родиться от апокалиптической блудницы, он настаивал, чтобы его мать призналась, что была проституткой. Все это рассказывает Георгий Котков в своей работе «Дело Бухарина». Бертран Вольф в 1948 году издал свое капитальное исследование «Трое, совершившие революцию». Из этой книги мы узнаем многие любопытные факты о революционерах, неистовавших в России. Так еще одним дегенератом был Лев Троцкий – Лейба Бронштейн. В восьмилетнем возрасте он уже был крупным коллекционером порнографических открыток. В царской России порнографию нельзя было купить в любом газетном киоске. Троцкий был страстным коллекционером и крал деньги у родителей, чтобы собрать такую коллекцию. Может быть, сатанизм революционеров лишь патология отдельных личностей? Факты убеждают в обратном. Вот наиболее выразительные свидетельства тому, причем принадлежащие различным периодам гуманистической истории. Эдуард Багрицкий в одни гражданской войны в стихотворении «Февраль» писал Моя иудейская гордость пела. Я много дал бы, чтобы мой пращур в длиннополом халате и лисьей шапке, из-под которых седой спиралью спадали пейсы, и перхоть тучей взлетает над бородой квадратной, чтоб этот пращур признал потомка в детине, стоящем подобно башне, над летящими фарами и штыками грузовика, потрясшего полночь. Хайм Бялик, живший в советской России в тридцатых годах, воспевает ненависть. Она пусть сочится, как кровь неотмщенная в ад, разъедая столпы мироздания. И возрастет взлелеенное семя, и жгучий даст и полный яду плод. И рассыпьтесь в народах и все в проклятом их доме, отравите удушьем угара, и каждый досеет по нивам их семя распада, повсюду, где ступит и станет. Построй оплот из ненависти ада, призывает этот перманентный революционер. А вот стихотворение семидесятых годов, эмигрирующего в Израиль Маркиша, напечатанное в журнале Сион. Я говорю о нас, сынах Сиона, о нас, чей взгляд иным теплом согрет. Пусть русский люд ведет тропа иная, до их славянских дел нам дела нет. Мы ели хлеб их, но платили кровью. Счета сохранены, но не подведены. Мы отомстим цветами в изголовье их северной страны. Когда сотрется лаковая проба, когда заглохнет красных криков гул, мы станем у березового гроба в почетный караул. Солженицын рассказывает в архипелаге ГУЛАГ о хобби Ягоды, министра внутренних дел СССР. Он любил стрелять в иконы Иисуса Христа и святых. Еще один сатанинский ритуал, который практикуется в коммунистических верхах. Спрашивается, зачем человеку, представляющему якобы пролетариат, стрелять в икону Иисуса Христа, не имевшего, как сказано в Евангелии, где голову преклонить, или в изображение бедной женщины при святой Девы Марии. Первый псевдоним Сталина, когда он начал печататься, Демона Швили, по-грузински одержимый. Затем Бесу Швили, Бесовский, настоящая его фамилия была, Джуга Швили. Об этом сообщает Автор Хана в своей книге «Происхождение протократии». Другой марксист Мао Цзэдун писал, «С восьмилетнего возраста я вознедавидел Конфуция. У нас в деревне был конфуцианский храм, и всем сердцем я желал только одного – разрушить его до основания». Встречался ли вам когда-нибудь ребенок, который в восьмилетнем возрасте более всего желал бы уничтожения собственной религии? Подобные мысли и желания свойственны демоническим характерам. В одном из своих писем 1921 года Ленин писал, «Мы не умеем гласно судить за поганую волокиту. За это нас всех и наркомьюст сугубо надо вешать на вонючих веревках. И я еще не потерял надежды, что нас когда-нибудь за это по делам повесят». Так вот каковой была последняя надежда Ленина после борьбы всей его жизни за дело коммунизма. Быть повешенным на вонючей веревке. Увы, эта надежда не осуществилась в его жизни, но почти все его ближайшие соратники были в конце концов уничтожены. Марксизм скрывает тайну, о которой знают лишь весьма немногие марксисты. Ленин писал, что спустя полстолетия ни один марксист не постиг Маркса. Маркс умер в отчаянии, как умирают все сатанисты. 25 мая 1883 года он писал Энгельсу как бесцельно и пуста жизнь. На похоронах Маркса присутствовало всего шесть человек. Фридрих Энгельс, ближайший единомышленник Маркса, чрезвычайно ясно определил конечную цель революционных заговоров. Энгельс однажды проговорился. Борьба с христианским миропорядком в конце концов является нашим единственным насущным делом. Энгельс же сформулировал и кредо героев революции. Диалектическое понимание жизни сводится к смерти. Все достойно гибели. или еще более кратко и страшно жить значит умирать. Энгельс умирал в ужасных мучениях от рака ротовой полости. Марксизм это первое систематически и детально разработанная философская система, которая резко понижает представление человека о самом себе. Согласно Марксу человек это главным образом чрево, которое надо постоянно наполнять. Преобладающие интересы человека лежат в экономической сфере. Он производит предметы для своих нужд, вступая с этой целью в определенные отношения с другими людьми. Это основа общества, которую Маркс называет базисом. Супружество, любовь, искусство, науки, религия, философия, все, не имеющее отношения к потребностям желудка, является надстройкой и в конечном счете определяется состоянием желудка. Неудивительно, что Маркс был сильно обрадован книгой Дарвина, которая была, по его мнению, еще одним ударом, заставляющим человека забыть о своем божественном происхождении и высшем предназначении. Дарвин сказал, что человек произошел от обезьяны и не имеет другой цели, кроме как только выжить. Сатана не мог свернуть Бога, поэтому он обесценил человека. Человек был представлен как раб кишки и потомок животного. Человек, царь природы, был низложен Марксом и Дарвином. Позднее Фрейд продолжил этот труд двух сатанинских гигантов, сведя человека в основном к половому влечению и инстинкту агрессивности. Советская газета «Вечерняя Москва» однажды проговорилась. В ней было написано «Мы боремся не с верующими и даже не с духовенством, мы боремся с Богом, чтобы вырвать у него верующих». Об этом пишет священник Дудко в своей книге о нашем уповании. Издававшаяся в СССР газета «Советская молодежь» в номере от 14 февраля 1976 года дает новое, потрясающее доказательство связи между марксизмом и сатанизмом. В газете сообщается, как воинствующие коммунисты-безбожники еще при царском режиме разрушали церкви и издевались над верой. Для этого они пользовались кощунственным переложением молитвы «Отче наш». Вдумайтесь в эти слова, наполненные поистине сатанинской ненависти. «Отче наш, сущий в Петербурге, да будет проклято имя Твое, да погибнет царствие Твое, даже в аду. Дай нам хлеб наш, который Ты воруешь у нас, и заплати долги наши, как мы платили ваши до сих пор, и не веди нас большего искушения, но избави нас от зла полиции и положи конец проклятому правительству. И поскольку Ты слаб и нищи духом, властью и авторитетом, убирайся с ним навечно. Аминь». Последняя цель коммунизма при завоевании новых стран не установление нового социального или экономического порядка, но кощудственное издевательство над Богом и прославление сатаны. В Рейн-Лекар-Цайтнг от 2 февраля 1968 года немецкий социалистический студенческий союз опубликовал пародию на молитву Господню. «Капитал наш, ты, который на Западе, да будут надежны твои инвестиции, да получишь ты выгоду, да повысятся твои акции в цене, как на Уолл-стрите, так и в Европе. Ежедневную торговлю обеспечь нам днесь и умножь наши кредиты, как мы умножаем кредиты наших должников. И не введи нас в банкротство, но избави нас от профсоюзов, ибо твоя половина мира и сила, и богатство. Вот уже две тысячи лет, мамонна». В 1974 году во время всеобщей забастовки, организованной французскими коммунистами, рабочих призвали пройти демонстрации по улицам Парижа, выкрикивая лозунг «Жескар де Стену конец, демоны вышли на улицу». «Почему демоны?» «А не пролетариат, не народ?» «К чему это вызывание дьявольских сил?» «Всех тесатанистов во время церемонии посвящения в третью степень посвящаемый дает такую клятву «Я буду всегда делать только то, что сам захочу». Это открытое отрицание послушания Богу. Когда кого-то посвящают в седьмую степень, он клянется, что его принципом будет «Ничто не истина и все позволено». Когда Марс заполнял анкету для своей дочери, то на вопрос «Какой ваш главный принцип?» он ответил «Сомневаться во всем». В коммунистическом манифесте он написал, что его целью является не только уничтожение всякой религии, но также и морали, и чтобы все было позволено. «Мне стало страшно», пишет Марков в своей книге о Марксе, когда я прочел тайну седьмой степени сатанизма на плакате в одном из парижских университетов во время беспорядка в 1968 году. Она была упрощена до формулы «Запрещается запрещать», что является естественным. Следствием лозунга «Ничто не истина, и все позволено». Понятно, что коммунисты арестовывали священников и пасторов как контрреволюционеров. Но почему марксисты в румынской тюрьме в Пиеште заставляли их совершать мессу над человеческими испражнениями и мочой? Почему христиан мучили, заставляя, чтобы они принимали причастие из этих элементов? «К чему это непристойное издевательство над религией?» вопрошает румынский писатель Кыржи в своей книге «Возврат из ада», изобилующей ужасными фактами. Почему румынскому православному священнику Роману Браге во время заключения в коммунистической тюрьме выбивали один за другим все зубы железным ломом, принуждая его хулить Бога? Коммунисты объясняли ему и другим «Если мы просто убьем вас, христиан, вы пойдете на небо, но мы не хотим, чтобы вы получили венцы мучеников, вы должны сперва проклясть Бога, а затем отправиться в ад». Когда советская власть уже в ранние годы провозгласила «прогоним капиталистов с земли, а Бога с неба», она просто исполняла заветы Маркса. Считается, что марксисты — это атеисты, не верующие ни в небо, ни в ад. Но в крайних обстоятельствах марксизм снимает атеистическую маску и показывает свое настоящее лицо, лицо сатанизма. Коммунистические гонения на религию нельзя объяснить человеческими мотивами. Неистовство этих преследований, выходящих за пределы разумного, явно дьявольской природы. Румынский писатель и коммунист Пауль Гома, который был заключен в тюрьму своими же соратниками, описал в книге Герла некоторые пытки, специально изобретенные коммунистами для христиан. Они заставляли ежедневно одного очень религиозного узника принимать крещение, окуная его голову в бочку, которая использовалась для оправки в камере. Другие заключенные должны были в это время читать молитвы, употребляемые при обряде крещения. Во время постов и особенно в Великой пост устраивали кощунственные богослужения. На одного из заключенных надевали робу, насквозь пропитанную нечистотами, а на шею вместо креста вешали сделанный из хлеба, мыла и ДДТ мужской член. Все другие обитатели камеры должны были целовать его, произнося священные для православных слова Христос воскрес. И такое продолжалось по крайней мере два года сведомо высших партийных чиновников. Что общего имеют подобные унижения социализмом и интересами пролетариата? Не являются ли эти официальные вывески всего лишь предлогом для устройства сатанинских кощунств и оргий? Во второй главе Откровения Иоанна Богослова читаем «И ангелу пергамской церкви напиши «Ты живешь там, где престол сатаны». В любом путеводителе по Берлину упоминается, что с 1914 года в одном из берлинских музеев находился пергамской алтарь. Его обнаружили немецкие археологи и был он перемещен в центр нацистской Германии. Но на этом история престола сатаны не кончается. Шведская газета Svenska Dagbladet 27 января 1948 года сообщила следующее. Советская армия взяла Берлин и алтарь сатаны был перемещен в Москву. Странно, что долгое время пергамский алтарь не был выставлен ни в одном из советских музеев. Зачем нужно было перемещать его в Москву. Архитектор Щусев, построивший мавзолей Ленина, взял за основу проекта этого надгробного памятника пергамской алтарь. Это было в 1924 году. Известно, что Щусев получил тогда всю необходимую информацию от Фредерика Поульсона, признанного авторитета в археологии. Внешний мавзолей возведен по принципу устроения древневавилонских капищ, зекуратов, из которых самый известный Вавилонская башня, упоминаемая в Библии. В книге пророка Даниила, написанной в VII веке до Рождества Христова, говорится, был у вавилонин идол по имени Вилл. Не правда ли многозначительное совпадение с инициалами лежащего на престоле сатаны в вавилонском зекурате? Между прочим, щусевский чертеж мавзолея изображает престол, где и поныне находится мумия вилла. Внутри пентаграммы. Церковная археология свидетельствует, древние евреи, отвергнув Моисея и веру в истинного Бога, отлили из золота не только тельца, но и звезду ремфана, пятиконечную звезду, которая служит неизменным атрибутом сатанинского культа. Сатанисты называют ее печатью Люцифера. Тысячи советских граждан каждый день простаивали в очереди, чтобы посетить это капище сатаны, где лежит мумия Ленина. Руководители государств воздавали почести Ленину, покоящемуся в стенах монумента воздвигнутого сатане. Не проходит дня, чтобы это место не было украшено цветами, тогда как христианские храмы на той же Красной площади в Москве на долгие десятилетия были превращены в безжизненные музеи. Пока Кремль осеняют звезды Люцифера, пока на Красной площади внутри точной копии пергамского алтаря сатаны находится мумия наиболее последовательного марксиста, мы знаем, что в принципе с 1917 года ничего не изменилось. планомерно изменяется лишь форма богоборческого властительства, пленившего нашу страну и наш народ. КОНЕЦ КОНЕЦ Я говорю вам, где бы вы не увидели людей, коими правит тайна, в этой тайне заключено зло. Если дьявол внушает, что нечто слишком ужасно, взгляните. если он говорит, что нечто слишком страшно для слуха, выслушайте. И если вам померещится, что некая истина невыносима, вытерпите ее. Поклонник дьявола горд и хитер, он любит властвовать и пугать непонятным. Вот почему сатанизм это тайны. Мы не случайно предваряем историю о Третьем Рейхе этими словами Честертона, потому что тема настоящего исследования фашизм. О Гитлере, нацизме и Третьем Рейхе написано очень много книг, вероятно больше, чем о каком-либо ином периоде человеческой истории. Возникновение нацизма часто объясняется исключительно социальными или экономическими причинами. Такая чрезмерно упрощенная интерпретация одного из самых необычных исторических явлений не может удовлетворить тех, кто не разучился думать и выстыл под атаками промывки мозгов. Поразительно, но тем не менее факт. Большинство исследователей нацизма старательно уподобляются слепцам и упускают из виду важнейшее, без чего нельзя правильно понять и оценить экстраординарные события, происходившие в Германии в 20-е и 40-е годы. Это важнейшее оккультизм. Гитлер, Гесс, Киммлер, Розенберг и другие лидеры национал-социализма были глубокими мистиками, адептами оккультных знаний. Гитлер и его ближайшее окружение видели мир иначе, чем подавляющее большинство людей в 20-м веке. Можно даже сказать, они принадлежали к другой цивилизации. Для обнаружения тайных корней нацистской партии следует вспомнить событие 1912-го года, когда на конференции оккультистов образовалось магическое братство, Германский орден, Германен орден. Астролог Вильям Вульф в своей книге «Зодиак и свастиков» вспоминает «В этот период невиданной экономической и политической неопределенности процветали гипноз, месмеризм, ясновидение и всевозможные разновидности оккультизма». После Первой мировой войны в Германии гипнотизеры и ясновидцы получили в свои распоряжения огромные концертные залы. Страстное влечение ко всему потустороннему нельзя объяснить лишь желанием бегства от тягот бытия. В Австрии и Германии еще в конце прошлого, в самом начале нынешнего века зародилось оккультное пангерманистское движение. Тогда широкое распространение получили популярные брошюрки с изложением расовых теорий, утверждавших превосходство арийцев и неполноценность евреев, их вечный паразитизм. В те годы на улицах Вены и Берлина можно было встретить людей, предрекавших появление нового арийского мессии. Этим мессией на краткое время нацистского рейха стал Гитлер. Гитлер открыл для себя эзотеризм в 1909 году. Источником вполне определенных познаний для будущего фюрера послужил журнал Астара, издававшийся ариософом Ланцем фон Либбенсфельсом, с которым Гитлер был лично знаком. Между прочим, Йорк Ланц Либбенсфельс родился в еврейской семье в Вене в 1874 году. Отец его был учителем. Впоследствии Ланц изменил и дату, и место своего рождения. Еще в юности у него возникло сильное желание стать рыцарем-тамплиером. В 1893 году в возрасте 19 лет Йорк Ланц поступил послушником в Цистерцианский монастырь Святого Креста. В 1899 году он был изгнан за обители, по его словам за идейное расхождение, на самом деле причиной послужили плотские грехи. Спустя год Ланц объявил себя бароном фон Либбенсфельсом и основал орден новых тамплиеров. Отличительным знаком была избрана свастика. Ланц, он же барон фон Либбенсфельс, назвал свою теорию ариософией. Он поучал, что величайший грех произошел тогда, когда героическая арийская раса начала смешиваться с представителями темных рас. По мнению Ланца, смысл христианства заключался в том, что герой Фраджа, готское имя для Иисуса Христа, явился, чтобы спасти арийских женщин и научить их следовать завету. Люби своего соседа как самого себя, если он принадлежит твоей расе. Неизвестно, откуда барон фон Либбенсфельс получал значительные денежные средства, но уже в 1907 году он приобрел замок Верфенштейн. Затем было куплено и несколько других замков, ставших храмами новой религии, в которых проводились церемонии рыцарей святого Грааля. Грааль. Окультисты и алхимики верят в существование чудесного сосуда, неспосланного с неба, в который якобы была собрана кровь Иисуса Христа. Тайная доктрина не раскрывает непосвященное мистическое значение Грааля. Адепты же верят, что Грааль абсолютно необходим для получения нового лунного человека, каковым будет Антихрист. Ланс написал тайную Библию для посвященных, составившую десять томов. Наряду с астрологией, каббалой, френологией, гомеопатией, а также вопросами правильного питания, расовая борьба была основной темой этой Библии. После реконструкции замка Верфенштайн его украсили символами тамплиеров, и впервые над Европой двадцатого века взвился стяг со свастикой. Во имя уничтожения человека-животного и прихода высшего, нового человека Либбенсфельс призвал к осуществлению радикальной программы. Ее составными элементами являлась генетическая селекция, стерилизация, депортация неполноценных и даже уничтожение целых групп посредством непосильного труда или же прямого убийства. Принесите жертвоприношение Фраджи, вы, дети богов, заглянул Либбенсфельс, положите ему на алтарь детей тьмы. Что общего у Гитлера с Либбенсфельсом? По словам Вильфрета Дайма, биографа Либбенсфельса, будущий фюрер, зачитывался о старой и встречался с основателем ордена новых тамплиеров. Сам же Либбенсфельс, называя его своим учеником, писал в 1932 году «Гитлер один из наших. Вы вскоре убедитесь, что он победит и разобьет движение, которое заставит трепетать весь мир. Думаю, каждому будет небезынтересно узнать, что одной из важнейших целей приезда в Швейцарии Ульянова Ленина, настоящая фамилия которого по матери Бланк, была встреча именно с Ланцем Либбенсфельсом. Кстати, обратим внимание, первоначально штурмовики Рэма носили на повязках отнюдь не свастику. Их символом была красная пятиконечная звезда, а в коммунистической России, уничтожаемой Лениным Бланком, до середины двадцатых годов водяным знаком на бумажных денежных купюрах служила свастика. Другой оккультист, оказавший заметное влияние на формирование тайны нацистской доктрины, Гвидо фон Лист. Он родился в семье богатого венского торговца. Когда ему было 14 лет, он поклялся в знаменитом соборе святого Степана в Вене, что обязательно построит храм для поклонения языческому богу Вотону. Вотон, верховное божество в демоническом пантеоне древних германских племен. Вотон почитался как носитель магической силы, владыка преисподней, отец колдовства, обладатель магических рун, хранитель тайного знания. Лист, унаследовав торговую фирму своего отца, стал секретарем альпийского общества, члены которого приветствовали друг друга кричали «Хайль». Самого себя он считал посредником между современниками и древними жрецами германской языческой религии. Их сакральным знаком также была свастика. Для древних германцев свастика являлась символом солнца, дарующего жизнь. Приняв этот знак, Гвидов фон Лист в 1908 году организовал тайное общество Арманен. Прежде всего он считал необходимым восстановить утраченную эзотерическую мудрость. Для этого ученики мастера проходили курс обучения руническому оккультизму. Готское слово руна означает секрет, секретное решение. Оно аналогично древнеиранскому рун, тайна, мистерия. Книги основателя Арманена были в моде и пользовались известным спросом. Но неожиданно в прессе появилось разоблачающее сообщение «Лист занимается черной магией». Вся вена была шокирована, ибо почтенный мудрец предстал главой кровавого братства, прибегавшим своей практике к сексуальным извращениям и заменившим крест свастикой. Гнев охватил добропорядочных венцев до такой степени, что Листу пришлось бежать из города. Английский историк Тревор Равенскрофт в своей книге «Копье судьбы» приводит откровение некого посвященного доктора Вальтера Штайна, что помимо изучения рун у Листа были и другие странные увлечения. Со Штайном был связан и Гитлер. Равенскрофт пишет, что доктор Штайн рассказал ему, как Гитлер учился достигать высших уровней сознания с помощью наркотических средств, и как тот проник в тайны средневекового оккультизма и ритуальной магии. Другой посвященный оккультизм из окружения Штайна некто Претше познакомил Гитлера с расширяющими сознания наркотиками и обучил его принципам астрологического и алхимического символизма. Гитлер сказал Штайну, что Претше присутствовал при попытках Листа материализовать инкуба в ритуале призванном родить лунное дитя. Не стоит говорить здесь подробно, что эти попытки представляют собой отвратительную смесь магии, алхимии и сексуальных извращений. Итак, в 1912 году журналист Филипп Стауф и несколько бывших последователей Листа образовали германский орден. Особую активность в нем развил издатель Теодор Фритча, называвший себя научным антисемитом. С 1880 года он считался лидером пангерманского движения. Написанные Теодором Фритча книги и брошюры принесли ему заметную известность. Стремясь воспрепятствовать участию евреев в немецкой культурной жизни, Фритча в 1902 году начал издавать журнал Гаммер Молот. В этом журнале публиковались обращения, призывавшие к созданию национальной организации, стоящей над партиями. Ибо, как писал Фритча, только подлинно арийская организация может дать настоящее просвещение немецкому народу. рядовым членам говорилось, что германский орден должен стать тайным бундом, противостоящим тому, что они называли еврейским тайным бундом, плетущим мировой заговор. Среди святого наследия германского ордена числились свастика и руны. Облачения братьев свидетельствовали о приверженности вотону и язычеству. Глубокая тайна окружала собрания национальных оккультистов. Не существует описания ритуалов германского органа. Их не доверяли бумаги. Известно, что все происходящее в их ложах очень походило на масонство. Имели степени посвящения, мистерии раскрывались через знаки и символы, доступные пониманию лишь посвященных. Здесь должно сказать о влиятельнейшем нацистском ордене обществе Туле, возникшем в 1918 году. Символом этой организации стала свастика с мечом и венком. Основатель общества Туле барон Рудольф фон Зе Бодендорф, так же, как и барон фон Либбенсфельс, появился на свет под совсем иным, не столь звучным именем. Адам Рудольф Глауэр. Он родился в 1875 году в Селезии в семье железнодорожного рабочего. В возрасте 26 лет Адам Глауэр переселился в Турцию и стал турецким подданным. В 1909 году в Стамбуле его усыновил барон Генрих фон Зе Ботендорф, так Глауэр приобрел дворянский титул и новое имя. После тяжелого ранения, полученного в войне на Балканах, Глауэр, он же Зе Ботендорф, в 1913 году уезжает в Брислау, нынешний Вроцлав. Во время пребывания в Турции он серьезно занимается восточной философией, каббалой, теософией и близко знакомится с учением суфиев. Суфизм Мистическое течение в исламе в основе учения суфиев стремления к слиянию с божеством через упразднение собственного «я». Иступленный танец обряд кружащихся дервишей суфиев не что иное, как тайный символ путешествия духа по спирали к божественному знанию. Некоторые историки прослеживают теснейшую связь масонов и суфиев, существовавшую еще с XIV века. Зе Боттендорф не отрицал, что именно тогда в Турции состоялось его посвящение в масоны. Он утверждал, что турецкое масонство не имеет ничего общего с европейским, по его словам, уведенным евреями на путь лжи и обмана. Необходимо показать, что восточное масонство продолжает оставаться верным древней арийской мудрости, преданной современным масонствам, чья конституция 1717 года обозначала отход с правильного пути. Так писал Зе Боттендорф. В 1918 году он создает свою ложу Туле Гезельшафт, общество Туле, и назначает себя ее грузмейстером. Членство в Туле, говорил Зе Боттендорф, возвышает над всем остальным человечеством. Он провозгласил, именно членам общества Туле предназначено спасти мир и подготовить приход высшей расы будущего, сверхчеловеков. Для осуществления таких целей недостаточно медитации и самосовершенствования. Следует действовать всеми средствами. Говоря о духовных предтечах и подлинных отцах-основателях нацизма, нельзя не сказать об оккультисте, сыгравшем колоссальную, решающую роль в формировании Гитлера. Завершая книгу «Моя борьба», будущий фюрер скажет о нем. Я хочу также назвать одного из лучших, того, кто посвятил свою жизнь пробуждению своего, нашего народа. Это Дитрих Эккард. Кто он такой? Почему Эккард один из лучших для того, кто крайне редко признавал авторитеты? Немецкий историк Конрад Гейден утверждает, Эккард несет ответственность за духовное формирование Адольфа Гитлера? Гитрих Эккард был поклонником Шопенгауэра и Ницше и принадлежал к числу посвященных оккультистов. Равенс Крофт пишет о нем. Убежденный сатанист, величайший знаток искусств и обрядов черной магии и центральная фигура в могущественном круге оккультистов группы Туле. Он был одним из семи основателей нацистской партии. С Гитлером Эккард впервые встретился в 1919 году. Они сразу нашли общий язык. Вскоре члены общества Туле услышали от Эккарда указывающего на Гитлера «Вот тот, для кого я пророк и предтеча». Перед смертью Эккард произнес «Следуйте за Гитлером. Он будет плясать, но только под мою мелодию. Я посвятил его в тайное учение, открыл ему центры видения и дал ему средства общения с высшими силами». Эккард и его друзья верили, что остров Туле находился на крайнем севере и неожиданно затонул, подобно Атлантиде. Они верили, что не все тайны, не все знание Туле ушло без следа. Туле был для них магическим центром исчезнувшей цивилизации. По мнению Эккарта, вождями мира должны быть посвященные те, кому даровано соприкоснуться со священным знанием великих мудрецов и магов глубокой древности. На такого рода вере строилась арийская доктрина Экарта и Розенберга. И эти пророки магической формы социализма уложили свои идеи в медиумический ум Гитлера. Общество Туле было магическим братством. Его деятельность не ограничилась интересом мифологии, соблюдением ритуалов и мечтаниями о мировом господстве. Братьев обучали искусству магии и развитию потенциальных возможностей, умению контролировать тонкую, невидимую, всепронизывающую энергию, которую английский оккультист Ликтон именовал ВРИЛ. А индусы называли кундалини. ВРИЛ, согласно этому учению, огромная энергия, из которой в повседневной жизни используется лишь бесконечно малая часть. Это средство и путь к достижению божественности. Тот, кто становится хозяином ВРИЛа, становится хозяином над самим собой, над другими и над всем миром. Чтобы понять смысл этого учения, сделаем небольшой экскурс в индуизм. Эта религия, подобно прочим демоническим верованиям, сохраняет древнее языческое представление о дуализме мира, вернее, о единстве добра и зла. Древние индусы верили, как верят их современные потомки, в существование двух божеств, мужское божество Шива и женское Шакти. Изначально они были слиты в космическом единстве, но в момент сотворения мира божества разделились. Человек должен соединить сначала в себе, а затем и вселенские эти два начала. Символом Шакти является змея, свернувшаяся в основании позвоночного столба. Если говорить точнее, в области репродуктивных органов. Оккультисты верят, чтобы обрести в себе единство Шивы и Шакти, как начал бытия, то есть соединить добро и зло, требуется разбудить кундалини, врил, спящую змею, которая начинает подниматься, проникая в сердце, а затем овладевает разумом человека. Не правда ли это учение заставляет вспомнить о древнем змеи, сатане, искусившем прародителей ложью о том, что зло и есть благо. И еще, может быть, самое главное, адепты Туле верили в существование тайных владык или неизвестных. В Туле учили техники коммуникации с этими тайными владыками, незримы руководящими всем на нашей планете. Эккард и его последователи утверждали, если у нас не будет с ними союза, мы окажемся среди рабов. Английский историк Равенскрофт на основании архивных документов убедительно доказывает, Гитрих Эккард и маленькая группа посвященных из общества Туле подготовили приход германского мессии. Согласно Курту Людке, хорошо знавшего Гитлера и Эккарта на заре нацистского движения, Эккард духовный отец Гитлера и претеча нацизма, будучи человеком состоятельным, Эккард явился также и первым финансовым благословением для фюрера. Есть и еще один загадочный человек в жизни Гитлера. Это Ханусин. Американский психиатр Уолтер Лангер, составивший во время Второй мировой войны секретный отчет для правительства США, относительно личности фюрера, писал «Согласно информации Отто Штрассера, одного из лидеров левого крыла нацизма, в начале 20-х годов Гитлер брал регулярные уроки ораторского искусства и психологии масс у некоего Ханусена, астролога и предсказателя судьбы». Ханусен Настоящее имя Гершель Штайн Шнайдер родился в Вене в конце прошлого века. Он утверждал, что происходит из древнего рода датских дворян. На самом же деле отец его был евреем и цирковым артистом. Сын пошел по стопам отца. В 1931 году Мак вступил в нацистскую партию и сблизился со многими ее лидерами и официальными лицами. Ханусен открыто заявлял, что служит великим идеалом национал-социализма. Это был чрезвычайно хитрый и ловкий человек, научивший Гитлера умение драматического воздействия на публику. У Ханусена имелись контакты с группой астрологов, которая проявляла в то время повышенную активность в Мюнхене. Фон Вигант сообщает, «Когда я познакомился с Адольфом Гитлером в 1921 году, он был тесно связан с той группой, что твердо верила во влияние звезд на нашу судьбу и земные события. Они много говорили о приходе нового Карла Великого и о новом Рейхе. Еще одним основателем Третьего Рейха был Хаус Хофер. Карл Хаус Хофер родился в 1869 году. Он неоднократно путешествовал по Индии и Дальнему Востоку. Будучи в Японии, изучив японский язык, он получил посвящение в одном из самых влиятельных тайных буддийских обществ, Обществе Зеленого Дракона, и обязался в случае провала миссии совершить ритуальное самоубийство. Для Хаус Хофера колыбелью германского народа была Центральная Азия, поскольку по его представлениям, именно от ариев индоевропейцев зависело будущее всего человечества. После окончания Первой мировой войны Хаус Хофер вернулся в науку. Занимаясь почти исключительно политической географией, он основал журнал Геополитика и опубликовал множество научных работ. Под профессором Геополитиком скрывался создатель воинствующего Тайного Ордена, поклонник Игнатия Лайолы. К буддизму Хаус Хофер пришел через Шопенгауэра, собирая на своем пути тайны, пригодные для создания системы управления людьми. Это был человек, наделенный мистическим умом, обладавший большой внутренней силой. Есть основания полагать, что именно Хаус Хофер изобрал свастику эмблемой нацистов. Гвид Лист, о котором уже говорилось ранее, в своих работах по расшифровке рунической эпопеи старшей Эды в 1908 году описал свастику как символ чистоты крови и тайных магических знаний. Избрание этого символа было не случайным. В глубокой древности более 5000 лет назад древние арии, исповедуя религии единства, добра и зла, изображали свастику как сакральный символ своего учения. Древние верили в существование черного солнца и поклонялись ему. Две оси черного солнца образуют четыре луча, исходящие из единого центра. Лучи затем меняют направление под прямым углом. Четыре луча, исходящие из одной точки, проецируются на все мироздание, слагающееся из четырех стихий. Смена же направления лучей символизирует движение. Так осуществляется единство добра и зла. свастика образуется из перекрестия двух линий, задающих, образно говоря, систему координат. А это не что иное, как символ тождества, добра и зла. Свастика есть магический символ, посредством которого оккультисты стремятся изменить мир, проецируя свастику на все. От материальной природы до человеческих отношений. Между прочим, так называемая гениальная находка всемирно известного режиссера Фрэнка Коппола в фильме «Апокалипсис наших дней» — вращающиеся лопасти вентилятора, которые ассоциируются с вращающимися лопастями боевого вертолета, сеющего смерть под звуки вагнерского полета валькирии. Это особого рода тайный знак свастика в движении. В дальнейших фильмах этого направления такая символика стала знаковой. Вращающиеся лопасти — это сакральная свастика, луч, разрезаемый лопастями, источник тайных знаний, откровения этому миру и свет, посылаемый черным солнцем, Люцифером, Сатаной. На языке символов так обозначена принадлежность к масонству, а также и цель фильма, та же, что заложена в свастике. Не в последнюю очередь это и обусловило грандиозный успех упомянутого фильма, равно как и головокружительную карьеру Фрэнка Коппола. Видоизмененная свастика была и у жрецов древнего Египта, как символ божества Ра. Только точка, из которой исходят лучи, превратилась в окружность, знаменующую собой солнечный диск. Число лучей увеличилось, и эти меняющие направление лучи, сохранившие символику сокрытые свастики, египтяне именовали дланями Ра, божества, неспосылающего им свет, тепло и жизнь. Свастику не должно путать с изображением, часто обнаруживаемым в древних христианских катакомбах первых веков нашей эры. Впрочем, это уже экскурс несколько в иную область знаний. Почему в катакомбах первых веков христианства мы обнаруживаем символ по форме, очень напоминающей свастику? Чтобы понять это, обратимся к истории. Древняя церковь подвергалась жесточайшим гонением со стороны императоров язычников. Преследуемая церковь сохранила бесценный бисер христовой веры под покровом символических изображений. Гонители христиан, будучи в прибежущих исповедников Христа, видели символы, известные со времен глубокой древности. Эти символические изображения имели в античности совершенно иное значение, нежели вложенное в них церковное учение. Преследователи, вырвавшиеся в дома и катакомбы, видели образ доброго пастыря, известный еще задолго до Вергилия, и не разумели, что на стенах христианских храмов это уже символ Христа. Они видели рыбу, символизирующую в древности чувственность, и не понимали, что здесь указание на Бога воплощение. видели мифологическую птицу феникс, древнейший символ возрождения и бессмертия, но для язычников было неизвестно, что перед ними символ воскресения Христова. Христианам, преследуемым уже заодно только исповедание спасителя, в языческой римской империи было запрещено даже праздновать церковными собраниями день воскресный. По этой причине день воскресный первые христиане прикровенно именовали днем солнца. До сих пор богослужебные тексты, особенно пасхальные, называют солнцем, солнцем правды Христа Спасителя. Но делать из этого вывод, будто православные христиане обожествляют тварное светило, по меньшей мере глупо. Так и древний солярный знак, переплавленный в горниле учения православной церкви, есть уже не свастика, которую чтили древние арии, поклонявшиеся во тьме язычества сатане, но символ, указующий на Христа Спасителя, влекущего свое разумное творение человека ко спасению. Так церковь, как говорит блаженный Августин, злато языческого мира, приносимое дьяволу, очистив от примеси гибельных заблуждений, возложила на алтарь служение Христу. Вернемся к утверждению Гвида фон Листа, что свастика нацистов символизирует чистоту крови. Оккультист Лист вкладывал в свастику еще одно понятие. Антропософский принцип. Для оккультистов антропософов центру свастики соответствует сердце человека. Кровь, артериальная и венозная, движущаяся по сосудам, все та же идея динамического единства злого и доброго начала. Так Лист и его последователи учили о человеке микрокосме. Человек должен соединить в себе добро и зло и так открыть путь к торжеству зла в мировом вселенском масштабе. Единомышленник Листа Карл Хаусхофер будучи в Японии нашел приверженцев этой тайной доктрины, став адептом общества зеленых. Окультист Трэвис Линкольн, утверждавший, что он является тибетским ламой, писал, что мистическое общество зеленого дракона, родственное общество Туле, ведет свое происхождение из Тибета. Перед приходом Гитлера к власти в Берлине жил тибетский лама, которого называли «человек в зеленых перчатках». Он трижды точно предсказал, сколько нацистов пройдет в Ристак. Гитлер регулярно навещал человека в зеленых перчатках. Посвященные называли ламу хранителем ключей от врат в царство Агарти. Дабы показать, что за этим скрывается, подробнее рассмотрим сакральное предание оккультистов в Туле. Члены общества Туле верили, что 30 или 40 веков назад в Гоби существовала высокоразвитая цивилизация. В результате катастрофы Гоби превратилась в пустыню, а выжившие переселились одни на север Европы, другие на Кавказ. Посвященные из Туле были убеждены, что именно те, оставшиеся в живых из цивилизации Гоби и были основной расой человечества, родоначальниками арийцев. После гобийской катастрофы обладатели тайного знания, называвшие себя сынами высшего разума, поселились в огромной системе пещер под Гималаями. В этих пещерах они разделились на два пути правой и левой руки. приверженцы первого пути средоточием деятельности имели агарти. Это означает скрытое место добра. и предавались созерцанию, не вмешиваясь в мирские дела. Адепты второго пути основали Шамбалу. Центр могущества, который управляет стихиями человеческих масс и всеми силами и средствами ускоряет приход человечества к шарниру времени. Маги-водители народов могут заключать договор с мистической Шамбалой, принося клятвы и жертвой. План Хлусхофера возвращения к Шамбале подразумевал необходимость завоевания всей Восточной Европы, Туркестана, Памира, Гоби и Тибета, так как Тибет был сердцем Земли, а тот, кто им владеет, хозяином планеты. Члены общества Тулия готовились к захвату власти над миром. Каждый из них обязывался приносить человеческие жертвы и давал клятву покончить с собой в случае неудачи. В 1926 году в Берлине и Мюнхене обосновались в то время еще малочисленные колонии тибетцев и индусов. Как только нацистское движение стало располагать крупными финансовыми средствами, оно организовало многочисленные экспедиции в Тибет, следовавшие одна за другой практически непрерывно вплоть до 1943 года. В день, когда русские войска взяли Берлин, среди трупов последних защитников нацизма обнаружили около тысячи тел людей тибетской крови, многие из которых покончили с собой. Тибетцы были одеты в немецкую форму без знаков различия, при них не было документов. Гитлер говорил Раушнингу «Наша революция новый, вернее, конечный этап эволюции, ведущий к завершению хода истории. Вы ничего не знаете обо мне, мои товарищи по партии не имеют ни малейшего представления о намерениях, которые меня одолевают, и о грандиозном здании, лишь фундамент которого будет заложен до моей смерти. Мир вышел на решающий поворот. Мы у шарнира времени. Планете предстоит встряска масштаба, который вы, непосвященные, не в состоянии постигнуть. Свершается нечто несравненно большее, чем рождение новой религии». Австрийский журналист Стивен Робертс, живший в 30-е годы в Германии, писал, что Гитлер стал для своих сторонников полубогом, обладающим сверхъестественными силами и знающим благодаря этому, что надлежит делать. Кстати, в нацистской пропаганде присутствовали символы неомессианства. Так, в витринах некоторых берлинских магазинов были выставлены внушительных размеров портреты Гитлера, окруженные изображениями Христа. В некоторых протестантских церквах звучали проповеди со словами, приводившими в неподдельный ужас паству. Например, Адольф Гитлер, голос Иисуса Христа, возжелавшего стать плотью и кровью немецкого народа, и ставшего такой плотью и кровью. В детских садах учили молиться следующим образом. «Фюрер, ты мой свет, моя вера, да будет благословенно имя твое, мой фюрер». Американский журналист Уильям Ширер, находившийся в Берлине в 30-е годы, писал о Гитлере. «Сегодня, если судить по поведению огромного большинства его соотечественников, он достиг вершины, никогда ранее не достигавшейся ни одним германским правителем. Он стал мифом, легендой. Почти полагать, будто только в Германии или Италии вследствие определенных социально-экономических причин возникло столь мощное движение фашизм. В 30-х годах по всему миру шло приготовление к установлению нового порядка. В государствах всех континентов шла тайная работа, чтобы подготовить человечество ко всемирной революции, о которой говорили Маркс, Ленин и Гитлер, правда, пользуясь разной терминологией. В 1932 году Чанкайши заявил «фашизм» это то, что Китаю сейчас нужно больше всего. Было бы странно не сказать ничего о том, что называют русским фашизмом. Во главе организации русских фашистов стояли Вансяцкий и Родзаевский. В силу вполне определенных причин это движение, организованное в среде русских эмигрантов, не стало общенациональной организацией. Здесь будет вполне достаточно проследить, как Вансяцкий и Родзаевский были приведены к лидерству в так называемой русской фашистской партии, понять, какие силы стремились распространить среди русских людей идеи фашизма. Вансяцкий Анастасий Андреевич из обедневшего мелкопоместного немецко-польского рода. Когда-то фамилия его предков звучала Фон Сяцкой. Революция застала Анастасия Вансяцкого кадетом в Петроградском Николаевском кавалерийском училище. Из перипетий кровавой гражданской войны Вансяцкий вышел капитаном добровольческой армии. Вместе с отступавшими войсками белых он оказался в Ялте, где нашел надежное пристанище у еврея-торговца Муромского, на дочери которого он вскоре женился. Оказавшись в Константинополе, Вансяцкий, оставив жену, любовь Муромскую, отправился в Марсель, затем в Париж, наконец в Лондон, к известнейшему масону предреволюционной России князю Юсупову Феликс Юсупов, организатор убийства Григория Распутина, молитвенника и ближайшего друга царя и царской семьи. В доме князя Юсупова Вансяцкий обрел надежное пристанище. Кстати, в петербургском доме Юсупова до сих пор сохранилось изображение огромного огнедышащего крылатого дракона. Этот символ Люцифера был помещен на потолке одного из залов. В Лондоне Вансяцкий пробыл три месяца, затем вернулся в Константинополь, где очень скоро через масонскую организацию «Имка». Встретился с американской миллионершей Мэрион Бекингем Рим. Мэрион и Анастасия Вансяцкой составили странную супружескую пару. Ей 44 года, ему 22. Вансяцкий, попав в США, оказался под надежным покровительством крупного филадельфийского промышленника Самуила Вуклена. Характерен следующий факт. Перед отъездом в Америку Вансяцкий в парижской русской газете «Последние новости» опубликовал заметки монархиста, где он описывал свое участие в расправах над большевиками и евреями. Действие героя записок происходит в Крыму. Однако доподлинно известно, что Вансяцкий был в Крыму лишь однажды, причем провел эти два месяца, наслаждаясь спокойной жизнью и земными благами в еврейской семье Муромских. Сначала на правах белого офицера, заболевшего тифом, затем на правах зятя в доме еврея-торговца. Как видим, технология производства фюреры в принципе та же, что и у Гитлера. Масонские связи и еврейский капитал. Другим лидером РФП был Константин Радзаевский. Радзаевский бежал в 1925 году из советского Благовещенска в китайский Харбин, где на него была возложена миссия стать организатором фашистского движения среди более чем 120 тысяч русских эмигрантов Харбина. Первый съезд РФП состоялся 26 мая 1931 года в Харбине, в доме Фишера. В числе лидеров новой партии стояли Радзаевский и Спиридович. Роль партийного антисемита выполнял Грод Спасовский, тоже еврей. Главный лозунг звучал следующим образом. Против еврейского фашизма в СССР наш российский фашизм. РФП. В 1946 году Радзаевский добровольно вернулся в СССР. Перед этим он написал чрезвычайно интересное письмо Сталину, где Радзаевский кается в своей, как он говорит, величайшей ошибке, непонимании того, что СССР в сущности эволюционирует в фашистском направлении. В письме есть такие строки. Не сразу, а постепенно мы пришли к этим выводам, но пришли и решили, Сталинизм это как раз то самое, что мы ошибочно называли российским фашизмом. Это наш российский фашизм, очищенный от крайностей, иллюзий и заблуждений. Письмо завершалось так. Мы хотим все силы отдать нашему народу и святому делу мира всего мира через победу светлых сталинских идей. Да здравствует Сталин, вождь народов! В стихотворном сборнике Екатерина Тюрникова есть и произведение, посвященное, цитируем, русскому патриоту Константину Родзаевскому. Вот что мы в нем читаем. Священный свой долг исполняя, пошли вы тиранистым путем и Родины честь охраняя, вы рветесь на битву с врагом. И скоро Россия родная врага своего победит и славой победной блистая отменно и вас наградит. 30 августа 1946 года Константин Родзаевский был расстрелян в подвалах МГБ на Лубянке. Но вернемся к истории Третьего Рейха. В возрасте 45 лет Адольф Гитлер завершил полное подчинение Германии и немецкой нации. Теперь, подобно Наполеону, он мог приступить к завоеванию других стран и народов. Порабощению мира. В пропаганде нацистской Германии часто подчеркивалось божественное назначение фюрера. Гитлер неоднократно провозглашал в своих выступлениях, что его деятельность исполнения высших предначертаний и крестовый поход против тех, кто сопротивляется неизбежному приходу нового человека. Гитлер верил, что человек еще не завершен. неизбежно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...